Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Пятна крови на асфальте привели наряд милиции к квартире, где предположительно скрывались злоумышленники, совершившие кражу из магазина. Вчера утром в одном из магазинов по улице Богдана Хмельницкого оказалась разбита стеклянная дверь. К приезду ОМОНа рядом с торговой точкой никого не было, но у двери обнаружили капли крови и пакет со спиртным, который, вероятнее всего, злоумышленники не смогли унести. Сотрудники ОМОНа, увидев следы крови, пошли по ним и подошли к близлежащему дому пятиэтажному и на втором этаже возле железной двери остановились. На однократные попытки требования открыть дверь никто не отозвался, хотя сотрудники милиции отчетливо слышали за дверью какие-то шаги и что говорил о том, что там находятся люди. В результате было принято решение вызвать бойцов МЧС и с помощью пожарной лестницы ОМОНовцы забрались внутрь через окно в квартиру, где были обнаружены спящими трое неизвестных граждан. В результате проведенной операции задержано трое неработающих гомельчан. Двое ранее были судимы. Один за незаконный оборот наркотиков, второй за грабеж. В квартире обнаружено большое количество алкогольной продукции, а также кондитерские изделия. Кроме этого, из магазина были похищены мобильный телефон и деньги. К слову, у двоих злоумышленников на руках имелись характерные следы недавних порезов. Экспертам Государственного комитета судебных экспертиз предстоит выяснить, являются ли оставленные бурые пятна кровью и подтвердить, что они оставлены именно кем-то из задержанных. В настоящее время сотрудники Следственного комитета разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Вчера вечером спасатели Калинковического районного подразделения МЧС оказывали помощь мужчине, у которого нога застряла в железобетонном заборе. Мужчина 1973 года рождения пытался проникнуть на территорию Калинковической районной больницы. Работники МЧС при помощи специального оборудования освободили застрявшую ногу. Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации не нуждается. С сегодняшнего дня и до 5 июня в Республике проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Мероприятие организовано в связи с окончанием учебного года и началом летних каникул в целях предупреждения дорожных происшествий с участием детей. Водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. При игнорировании данного требования водитель может быть подвергнут административному взысканию в виде штрафа до двух базовых величин. Стоит отметить, что на территории Гомельской области только за 4 месяца этого года произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 9 детей были травмированы. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами, берегите себя и своих близких. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.